Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Номер 554. Вычислите. А. Здесь есть дроби с одинаковым знаменателем. Это плюс 3 восьмых и плюс 5 восьмых. И дроби с ещё одним одинаковым знаменателем. Минус 2 седьмых и минус 5 седьмых. Найдём их значение, их сумму. 3 восьмых плюс 5 восьмых будет 8 восьмых. Минус 2 седьмых минус 5 седьмых будет минус 7 седьмых. Дробь, в которой числитель равен знаменателю, равна единице. Поэтому получаем 1 минус 1. А это равно 0. Б. Здесь тоже есть дроби с одинаковым знаменателем. Это 11 четырнадцатых и минус 13 четырнадцатых. И остались две дроби, но с разными знаменателями. 10 и 100. Приведём их к одному и тому же знаменателю. 100. Получаем дробь минус 70 сотых. И минус 21 сотых. И минус 21 сотых. Равно. Плюс 11 четырнадцатых минус 13 четырнадцатых. Сложение чисел с разными знаками. Получаем минус 2 четырнадцатых. Минус 70 сотых минус 21 сотая. Складываем числа одинакового знака. Получаем минус 91 сотая. Первую дробь можно сократить на 2. Получаем минус 1 седьмая. Сложение чисел с разными знаменателями. Сложение дробей с разными знаменателями. Приведём дроби к одному знаменателю. К знаменателю 700. Получаем минус 100 седьмсотых. И минус 637 седьмсотых. Потому что мы домножаем числитель и знаменатель второй дроби на 7. А первой дроби на 100. Сложение чисел одинакового знака. Получаем минус 737 седьмсотых. Это неправильная дробь. Можно выделить целую часть. Получаем минус 1 целая. 37 седьмсотых. ВМ выберем дроби с одинаковым знаменателем. Минус 12 девятнадцатых. Плюс 3 девятнадцатых. И плюс 9 девятнадцатых. И к этой сумме прибавим минус 15 двадцать шестых. Равно. Сложим сначала числа одинакового знака. Получаем. Минус 12 девятнадцатых. Плюс 3 девятнадцатых. Плюс 9 девятнадцатых. Это равно 12 девятнадцатых. Плюс 12 девятнадцатых. И минус 15 двадцать шестых. В скобках сложение двух противоположных чисел. Минус 12 девятнадцатых. Плюс 12 девятнадцатых. Их сумма всегда равна нулю. Ноль минус 15 двадцать шестых. Это равно минус 15 двадцать шестых. Г. Здесь тоже найдем сначала сумму дробей с одинаковыми знаменателями. 2 седьмых. Минус 4 седьмых. И минус 5 девятых. Минус 4 девятых. Равно. 2 седьмых. Минус 4 седьмых. Сложение чисел с разными знаками. Получаем минус 2 седьмых. Минус 5 девятых. Минус 4 девятых. Сложение чисел с одинаковыми знаками. Получаем минус 9 девятых. Равно. Теперь можно либо привести дроби к одному знаменателю, либо вспомнить, что число или дробь, в которой числитель равен знаменателю, равен единице. То есть получаем минус 2 седьмых. Минус 1. А единицу мы можем представить в виде дроби с любым знаменателем. Например, со знаменателем 7. То есть будет минус 2 седьмых. И минус 7 седьмых. А это сложение чисел с одинаковыми знаменателями и с одинаковыми знаками. Получаем минус 9 седьмых. Неправильная дробь. Выделяем целую часть. И получаем минус 1 целая 2 седьмых. Мы вычислили все примеры в номере 554. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео. Продолжение следует...